Друзья, всем добрый вечер. У нас вот такая вот в Крыму уже прям настоящая зима. Очень много снега, буквально выпало за несколько дней. Я бы вам сегодня хотел с вами немного поговорить о том, как все-таки будут проходить суды Олега Алексеевича Зубкова, директора парка Львов-Тайган. Мы сейчас, кстати, недалеко от Белогорского суда, откуда перенесли заседание в Темрюк. Это Краснодарский край, прям город недалеко находится от моста. Их гнедены своими, так скажем, действиями. И вот этой вот адвокатшей, которая тоже какие-то очень странные действия выполняет. Они решили сделать такую, может быть, даже, возможно, подляночку, да, видимо, воспользовавшись какими-либо связями, которые, ну, по-любому у этих людей есть. И вот это вот заседание суда перенесли в Темрюк. Вопрос, как говорится, рождается сам собой. Почему именно в Темрюк? Ведь это сторона пострадавших. И изначально суд, который обвинял Олега Алексеевича Зубкова в том, что были предоставлены услуги, не отвечающие там безопасности, да. Это вот великая статья. Кстати, недавно буквально произошла история, когда пьяная посетительница зоопарка, не помню город, она перелезла через забор ко льву, и лев ее схватил за руку. Ну, мы можем вспомнить такую героиню, как Соломину. И то же самое сделали и завели вот это вот уголовное дело по точно такой же статье, как и Олега Алексеевича Зубкова. Поэтому мы немного отклонились, там уже хотят льва усыпить, там петиции люди создают и так далее. Мы все-таки больше, наверное, гнединым. Как это все можно воспринимать, как это вообще все можно понимать. Ведь в действительности для удобства того же самого следствия, когда оно проводится, и как мы знаем, оно будет проходить заново, да. Вот, то мы здесь можем абсолютно со стопроцентной долей понимания говорить о том, что очень все идет странно. Здесь уже вопрос, кто кого, и они пошли ва-банк. Я понимаю, что там и дед Гнедин, и все остальные, семья пишет какие-то а-ля типа доносы, заявления, что они оскорбились. У нас одни везде оскорбители и оскорбленные. Хаска! Вот. И везде все прям обиженные, все что-то. Я еще хочу напомнить, что хищное животное, причем такое огромное, да, даже взрослому человеку, если подарит шанс, то это большая удача. А учитывая возраст этого ребенка, которому якобы откусили, потом не откусили, потом дернули, потом не дернули, все это в действительности происходит довольно-таки странно. И как все это будет происходить, я даже на самом деле очень сильно мало понимаю. Учитывая, что, как и правильно говорила Татьяна Алексагина в своем ролике о том, что происходить будет, что свидетели, значит, их будут гонять из парка. Все это понятно, там следственные действия, но для этого как бы есть все-таки видеоконференц-связь. Но Олег Зубков, он считается как подозреваемый, да, в данный момент вина не доказана, и все в этом роде. Поэтому что это будет, как это будет, очень-очень интересно. Мы, конечно же, будем вам показывать и рассказывать обязательно про эти суды. Я как раз ехал недавно из Темрюка, точнее, мимо Темрюка, около суда. Ну, там по поводу связи смотрел, вроде все ок, должно работать, тем более там не Крым, там Краснодар. Там, я думаю, проблем особых с этим не будет. А что остается делать? Гнединым это одно, наверное, правильное решение. Возможно, и не забирать какие-то там заявления. Хотя, ну, в принципе, чисто по-человечески надо бы. По одной простой причине, что вины здесь нет абсолютно никакой. Как бы сейчас не кричали злопыхатели, как бы они там не... Вот так вот, правильно, давно пора. Они радуются тому, что суд перенесли в Темрюк. Учитывая, что в Белогорском судье была такая подстава от судьи, которого до сих пор никто не может найти. Какие-то здесь собаки, прям бегунки. Вот. И как бы... Чему тут радоваться, я что-то мало понимаю. Вот. И учитывая, что очень, как говорится, славится немножко... Много дел было... Я просто хочу к чему это все сказать. Что в Краснодарском крае очень много было моментов, когда присутствовала коррупция, причем в огромных размерах, в огромных связях. И люди, к сожалению, от этого очень серьезно страдали. Поэтому, как будут развиваться дальше события, причастен ли там дед, причастен ли еще кто-то, это мало кому понятно. Адвокат, как это было, Барла Гурлова, вы поняли, вот что она там сделала. Но мы будем обязательно следить за ситуацией. Кстати, хотел вам сказать о том, что ВКонтакте, вообще, ну, в социальных сетях, где публикуют много видео о том, как парк Львов-Тайган и с Олегом Зубковым спасают животных с, так скажем, мест боевых действий. И там вот эти вот, не помню фамилии уже, я не буду говорить, там, Карманова, Каримова, ну, не суть и дело. Какие-то там дов, какие-то эти свидетельства, что-то там кричат-пищат в этих комментариях. Там вот я увидел одно, что люди в действительности все сейчас прекрасно понимают, что вот эти вот действия, которые совершают они, это просто, ну, какой-то одним словом андец. Ну, как бы, ну, вы поняли, какое слово я имел в виду. И что они творят, там тоже мало кому понятно. Если вы увидите подобные комментарии, вы можете их пресекать текстом, рассказывать правду, а не то, что себе придумывали больные на голову люди. Их так можно называть, я считаю, потому что они этого абсолютно, как говорится, сами себе сделали такой, не то, что пиар, да, сделали сами себе такие прозвища. Стараться отвечать, можно жаловаться на эти комментарии, потому что это клевета прямая, и что они там пытаются кому доказать. Естественно, чтобы какие-то огромные каналы, а это публикуется, поверьте мне, на пабликах более 100 тысяч, где люди читают новости, делятся материалами. Вот, таких нужно абсолютно быстро пресекать. Ну, это я не то, что как вам требуешь, что это нет, я просто советую это делать. Ну, потому что в таких моментах это все может закончиться не есть хорошо, и как бы они могут окончательно распояться. Сам Федоров кричит. Все, какие-то посты пишут. Собака овкает, овкает. Ужас какой. Вот. Поэтому, друзья, мы вот немножко в зиме, но обещает уже потепление скоро. Снега выпало, конечно, действительно очень много. Очень-очень. Но, хоть чуть-чуть зимы урвать в Крыму, это очень дорогого стоит. На улице минус пять. Народа нет. Машин немного. Все вот так вот. Классно. Поэтому, друзья, кто хочет нас поддержать в поездках, поддерживайте. Все реквизиты есть в описании. Кто хочет просто помочь каналу, тоже все это есть в описании. Кстати, спасибо вам огромное после последнего стрима, когда у меня там произошла иная ситуация. Я говорю, я не просил, но люди сами так решили. И хоть за небольшую, малую поддержку вам огромное спасибо. Потому что немножко я смог выдохнуть. И хотел сказать по поводу Donation Alerts. Мы с ним уходим, потому что был заморожен платеж на 55 условных единиц. Типа он какой-то там мошеннический. Я так и не понял, что они хотят. Проверку они возбудили. Ну, пусть они там. Я им сказал, я говорю, хоть папу римского к проверке. Я говорю, припрягайте. Все это будет понятно. Вот, поэтому будет ссылка на DonatPay, либо просто есть номера карты. Вот. Поэтому, что там гнедено, очень огромный вопрос. И мы его обязательно вместе с вами выясним. С любовью из Белогорска. Как там говорят, с любовью из Тайгана. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем до скорого. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok